Помнишь вот этот разговор Пригожина, но не того Пригожина, который чудесные, веселые и не очень заявления делает потоком, просто последние дни, в результате которых даже этих украино-русских политтехнологов увольняют, как с Костиком Долговым. А того, кому по ошибке снаряда все время шли, да, я понимаю, что они не достаются Вагнера. Да, да, да. А вот тот Пригожин, который муж Валерии, и который общался с этим олигархом, который в Азербайджане отсиживается. Ахмедов. Такая, очень трудно запомнить эту фамилию украинцев. Да, да, да. Вот. И вот там же как бы звучала вот эта вот линия классическая, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, что делать там и так далее, куда приткнуться, как решать проблемы. Во всех смыслах очень был интересный разговор. Вот. И вот после этих событий на Белгородщине, очевидно, что многие представители российской элиты, ну, они, ну, как бы, еще более проблематизированы. Потому что очевидно, что что-то, ну, как бы, вот выбивается из тех радужных и не очень уже радужных репортажей из студии Соловьева, там, Скобеева и прочими, значит, пропагандонами. И Пригожинские вот эти вот уже второго Пригожина рейды в медиа, они, честно говоря, ну, вот если со стороны так с нашей смотреть, они вот этот, как бы, хаос углубляют. Потому что Пригожин позволяет себе делать такие заявления, которые, ну, в принципе, за сотую долю того, что говорит Пригожин, в России отправляют либо в тюрьму, либо, как бы, там, где-то киркой по голове, там, да, или пулю в лоб. Вот. А ему это все сходит с рук. И пока что, по крайней мере, там, да. И, соответственно, возникает вопрос, можно ли это рассматривать вот как такую, ну, ускорение такой турбулентности, там, да, драк вот этих вот путинских элит за то, чтобы в постпутинском раскладе уже, потому что речь идет про него, ну, для меня это достаточно отчетливо видно, уже занять какую-то свою позицию. Потому что Пригожин борется вот за этот расклад, как я вижу. Вот эти мессенджи, которые он шлет, это по этому поводу. Как вписаться туда? Ну, совершенно верно. Я считаю, что вот эта вот, там, ткань российской государственности, она расползается сейчас просто на глазах. Там, к Пригожинке приходят, ну, как бы на эту тему есть две версии, да, то есть я, честно говоря, там, я не являюсь обычно каким-то конспирологом, да, но я очень долгое время был совершенно уверен, что Пригожин всю эту историю согласовал, и это, в общем, такая игра, на которую Путин там дал добро. Но, честно говоря, я сейчас уже начал сомневаться. То есть я понимаю, что Пригожин хочет, чтобы его там выгнали с передовой, не с позором, а наоборот, да, то есть что вот он такой победитель, но вот в него избавляются, и он после этого, чтобы мог всегда сказать о том, что я же все сделал, вот, а видите, вот там не оценили, значит, интриги, значит, какие-то бюрократы военные, да, то есть которые вот от меня избавились, а так бы мы, конечно, и до Киева даже, вот, но при этом отползти куда-нибудь в Африку и наблюдать за процессом смены власти с безопасного расстояния, но находиться, так скажем, в горячем резерве, что там, если Путин позовет, то там можно и на выборы 24-го года сходить в качестве там спарринг-партнера, да, то есть там, а может быть там, значит, и военной силой помочь. В любом случае, вот даже если вот верен сценарий, что он пошел в отморозку, и что он все это делает против Кремля и против Путина, то арестовать-то его крайне проблематично, да, потому что только у него есть дееспособная военная сила, поэтому я не могу себе представить, как это можно сделать. И своя служба безопасности, и своя армия, вот, свои штыки достаточно многочисленные. Но Пригожин все-таки в конечном итоге коммерсант, поэтому я думаю, что системной опасности от него для Путина нет. Наоборот, он скорее соберет на себя, аккумулирует всевозможных недовольных, вот, Z-патриотов, да, и тем самым их энергии будет дан какой-то свисток. Я считаю, что в этом смысле гораздо опаснее для Кремля фигура какого-нибудь Гиркина, вот, который является честным фанатиком, и который точно будет готов идти до конца, не входя ни в какие вот там кулуарные сговоры. Этим он сильно от Пригожина отличается, но у него есть важнейший недостаток, у него нет денег. А у Пригожина, соответственно, есть. Ну, в принципе же, мы же понимаем, что Гиркин тоже, он, ну, как бы, вот, он свою деятельность ведет, ну, тоже под каким-то прикрытием там, да, поскольку... Да, я не думаю. Ну, он достаточно смелые заявления делает, более того, я знаю, что в Украине многие уже смотрят Гиркина по вечерам, вот, просто для того, чтобы поднять себе настроение, потому что, ну, так, так раскладывать, как бы, путинский режим, как он сейчас делает, ну, даже, как бы, даже в Украине многие так не выступают. Как это ли парадоксально там, да? Вот. Да, но ему для этого совершенно не обязательно, чтобы ему для этого было нужно прикрытие. Ты знаешь, Юра, это вот, ну, в Украине очень многие так считают, но, на мой взгляд, это происходит от непонимания природы этого режима. Этот режим не тоталитарный. Этот режим бы, ну, партийский, мафиозный, бандитский, но этот режим, в котором есть довольно много внутренних степеней свобода. И этот режим, поскольку он чекистский, да, то он, наоборот, провоцирует наличие внутренних конфликтов, это является основными противовесами, которые есть в системе. Гиркин, с точки зрения, там, ну, коллективного Путина, я так осторожно скажу, хотя я думаю, что тут вполне возможно, что по его поводу решение и лично вождь принимал, Гиркин, это вот, значит, санитар леса. То есть он разделяет цель, значит, подавления и уничтожения Украины, при этом, значит, всех и вся критикует, скрывает недостатки, и в этом смысле он полезен. Он безопасен в том плане, что за ним нету какой-то организованной силы, его нету в социологических опросах, его не дают, соответственно, массовой политической трибуны, у него нет телевизора, а для Путина власть происходит исключительно из телевизора. То есть вот главный критерий того, кого Путин боится или не боится, если человек на телевизоре, то это для него величина. Если человека нет на телевизоре, то, соответственно, он вот к этому, значит, относится достаточно просто. Поэтому я считаю, что Стрелков – это проект, который не согласован в явном виде, там никто из администрации или там из ФСБ не говорил, там, Игорь, давай. Он действует так, как он действует, говорит то, что он говорит, но его не трогают, потому что это будет противоречить понятиям, которые выставлены в этой системе. Продолжение следует...